Представители строительной отрасли в прошедшее воскресенье отметили свой профессиональный праздник. Неудивительно, что по всей стране прошли сотни торжественных мероприятий. Тверь не стала исключением. Слова благодарности высказывали и заслуженные награды вручали в ДК «Металист». Руководители строительных фирм и отраслевых объединений. Ветераны, за плечами которых сотни спроектированных и возведенных домов. Все они собрались в этот пятничный день в ДК «Металист», где состоялось торжественное собрание, посвященное Дню Строителя. В ходе праздника прошло традиционное награждение наиболее отличившихся. Среди них и Абрек Валиев. Его фирме в этом году исполнилось ровно 20 лет, за которые было построено 140 тысяч квадратных метров жилья. Горжусь всеми объектами, потому что каждый объект имеет свою уникальность. Каждый объект имеет свои сложности. Я имею в виду, естественно, и с коммуникациями, и с другими моментами. В этом году строительная отрасль, несмотря на пандемию и рост цен на стройматериалы, старается не снижать набранный темп. Только за первое полугодие объем выполненных работ составил 14 миллиардов 830 миллионов рублей. На территории региона было введено в эксплуатацию, включая реконструкцию, 1388 зданий общей площадью более 327 тысяч квадратных метров. Из них 1380 — это жилые дома. Данные цифры лишний раз подтверждают ту важнейшую роль, которую эта отрасль играет в развитии Верхней Волжья, отметил губернатор Игорь Руденя, направивший поздравительный адрес. Его зачитала замминистра строительства Екатерина Зайцева. Работники строительного комплекса внесли важнейший вклад в становление и развитие промышленной, жилищной, социальной, транспортной и энергетической инфраструктуры Верхней Волжья. Благодаря благотворному труду специалистов и работников десятка строительных профессий в Тверской области улучшаются условия и качество жизни граждан. В нынешнем году перед строителями Верхней Волжья стоит целый ряд важнейших задач. Продолжение или завершение работ на детской областной больнице, в Тверском драмтеатре, грибных школах и на других знаковых для региона объектах. Руководство нашей области со своей стороны обещает всемирную поддержку данной отрасли, чтобы темпы строительства, а самое главное качество, были на высоте.